добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут яков файн я рад вас приветствовать на моем теплом ласковом ламповом дружественном канале имени меня яков файн называется канал если чем не два канала один называется программе читает библию и один называется карьера в информационных технологиях ссылочки на эти каналы вы можете видеть под описанием каждого моего видео сегодня будет несколько необычный выпуск потому что я ни слова не скажу о войне между россией и украиной больше месяца я каждый день проводил стримы живые стримы и сегодня хочу немножко отключиться от этого и думаю вам будет это полезно поэтому я просто записываю без стрим без стриминга просто выложу отдельно вот это видео и еще раз говорю ни одного слова о войне сегодня не будет поэтому если вы этого ожидаете извините если можете давайте начнем с комментариев парочка комментариев которые хочу осветить здесь которые мне были заданы во время недавнего стрима кос 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 к н г пишет яков интересует ваше мнение уехать на запад обосноваться там самому и через год выдернуть семью оправданно и лучше не играть с судьбой учитывая текущую обстановку и свалить гуртом знаете кос кос к н г я это сделал я это сделал девяносто втором году когда все было намного сложнее чем сейчас в каком плане в плане я ничего не знал особо я знал очень мало о стране которую я собираюсь уехать жил я тогда в киеве тогда у нас был один сын я был женат и я женой расстался и сказал я уезжаю попробую зацепить уехал по гостевой когда увидимся не знаю и рискнул и зацепился потом переделал гостевую на рабочую ну и так далее потом приехал жена жена приехал через полгода как вы пишете вы потом выдернуть семью я именно это и сделал семья приехала через полгода риск ли это да конечно риск но все зависит от вашей семьи жена вам доверяет жена доверяет что вы не выскочите один а потом найдете себе какую-нибудь мэри или сюзи западной стране и забудете они мы же нам не верил я никаких мэри и сюзи не находил здесь вот в принципе есть то есть если за и против конечно за это то что если вы один вы намного более мобильный можете переехать с места на место вам не нужно заботиться о том что будут есть жена и сына только вы и так далее легче одному легче устроиться с другой стороны когда у вас есть семья здесь уже и есть поддержка жена и приготовит и постирает и приласкает вот этого вы будете конечно лишены но прежде чем принимать решение это которое вы должны принимать только со своей семьей вместе вы спросите у себя а если у меня план б могу ли я вернуться и как это будет происходить если у меня не получится но если у вас есть план б который утвержден будет вашей женой почему нет попробуйте ну вот вот такая интересная тема теперь давайте на еще один вопросик посмотрим которыми тоже задали мне в одном из недавних стримов звучит он так спросил меня good luck яков приветствую вас расскажите какая ситуация с индексами на бирже это имеется ввиду рынок ценных бумаг которые у нас здесь в штатах разные есть биржи на которых продаются вот эти ценные бумаги стаки индексы индексом называется когда когда есть скажем некая группа набор разных отдельных акций и вы покупаете не один а не одну акцию сам сколько-то штук вы покупаете одну акцию индекса в которой соответственно могут входить разные другие акции покупать индекс будет намного более безопасно чем покупать одну любую акцию вы никогда не можете угадать и кто-то угадывал конечно но в идеале но не в идеале вы можете не угадать и эта акция которая и это вернее компания которая выглядит очень шикарно она может пойти вниз и вы можете потерять деньги вероятность потери меньше если вы покупаете группу компаний но это естественно вы не несете все яйца в одной корзине к что происходит с рынком рынок молотит колотит начиная уже с этого буквально с начала года да собственно даже и раньше начал началось по моему дело в том что инфляция в стране у нас штатах инфляция потом идиотская политика байдена я имею ввиду экономическая политика его кабинета он сам конечно небольшой экономист но вот эти требования просьбы угрозы превратить нас социалистическую страну требования больше денег раздать больше денег там отменить здесь отменить оплату сделать все бесплатно так так она не работает капитализме и это у нас уже привело к инфляции к серьезному росту цен цены выросли на все высокий рост цен каким-то образом federal reserve думает как же с этим бороться надо что-то делать и таким одним из главных методов регулировки ситуации является так называемый интерес трейд то есть ставка процентная ставка по которой банки другие финансовые институты одалживают деньги другу друга на короткие сроки эта ставка косвенно влияет и на другие процентные ставки на те же ипотеки и моргиджи и так далее но вот теперь федор резерву за сказал что заранее сказали что в этом году в 2022 году они будут несколько раз поднимать процентную ставку они держали или ноль или близко к нулю все были очень рады и все вкладывались в рынок ценных бумаг вот одалживать деньги было вообще даром все и так далее теперь если начнут поднимать эти ставки то соответственно рынок из рынка пойдет отток более такие стабильные какие-то инвестиции и в общем рынок колотит инфляция растет цены на еду растут цены на бензин растут а тут еще все эти дела с россией война война которая агрессор ведь я сказал не будет ни слова о войне но не могу не упомнить ну все 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 забыли забыли это слово хотя не забыли никто не забыть не что не забыто и вот и короче говоря что же происходит сейчас сейчас я колотит 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 но сюрприз сюрприз рынок начинает возвращаться это все падало 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 потом честно подниматься давайте посмотрим. Посмотрим на пару индексов. Один индекс называется SPY. Индекс этот представляет... Видите, у него есть символ SPY, его можно купить просто, как будто бы это одна акция. Но он представляет собой ситуацию, набор акций, которые представляют то, что называется Standard & Poor's 500. То есть Standard & Poor's это компания, которая делает рейтинги других компаний и в частности Standard & Poor's 500 это 500 наиболее мощных крупных компаний штатов. Это вот этот индекс. И вот посмотрите. Это сегодняшняя ситуация. Но давайте не брать сегодняшний, давайте возьмем за месяц. Видите, вот здесь тут в районе 28 февраля они стоили сколько? 431 доллара, 25 центов. Одна акция. На сегодня сколько это у нас? 459. То есть выросла. Выросла и неплохо выросла. Дальше. Давайте посмотрим на 6 месяцев. За 6 месяцев что произошло? Это опять же, вы на это смотрите, а сами себе думаете. Допустим, я купил одну акцию SPY, Central & Poor's, 6 месяцев назад, 30 сентября 2021 года. Я ее тогда купил по 429. Если я продержался, не дергался, не нервничал, не продавал, покупал, ничего не делал. Просто держал эту одну акцию, купленную за 429. Сегодня она 458. Видите, то есть сегодня ее можно продать до 458. То есть вы уже выиграли, я не знаю, сколько это процентов получается. Ну, процентов 8 вы бы заработали, если бы вы 6 месяцев держали. Давайте посмотрим за год. Если вы купили ее год назад, в марте, в марте, 30 марта 2021 года, вы ее купили по 394, а сейчас 458. Еще больше заработали бы. Ну, допустим, за 5 лет. 5 лет назад вы купили этот SPY за 235. То есть вы бы чуть ли не в 2 раза увеличили деньги, ничего не делая, не трогая деньги. Ничего. Единственная проблема, как сделать так, чтобы ничего не трогать. Вот, ну, например, давайте посмотрим вот здесь провал, какой-то, видите. Пандемия, 17 февраля, начинается пандемия. Все в ужасе, все в шоке. Допустим, вы купили здесь, 10 февраля 2020 года. Вы бы ее купили за 337. И тут все полетело. Полетело, полетело вот сюда. Смотрите, сколько оно здесь было. 228. То есть вы вложили в одну акцию 337 долларов, а если у вас нервы не выдержали, нервы на пределе, то, соответственно, вы бы вернули только 228. Вы бы попали, вы бы проиграли. Если бы все деньги туда вложили, вы бы проиграли бы много. Поэтому дергаться не надо, нервничать не надо. Если вы можете выстоять. Если вы правильно подходите к этим вложениям, понимая, что это не деньги, на которые я должен кормить семью, это не деньги, на которые я должен платить за образование своих детей. Нет. Это не деньги, на которые я должен платить и за месячные счета, и за дом, и за газ, и за свет. Нет. Это деньги лишние. Не то, чтобы лишние. Деньги лишних не бывает, но это деньги, которые я могу потерять, и семья даже не почувствует. Если у вас такой подход и достаточно нехорошие нервы, спокойные, то вы можете зарабатывать на этом деле. То есть, если ответить коротко на ваш вопрос, индексы в порядке. Индексы в порядке. Я вам показал только один из них, но вы можете выбрать любой, какой вы хотите. И действовать так, как вы хотите. Моя задача была ответить на ваш вопрос просто. Теперь давайте перейдем к следующей темке нашей программки. Я вам хочу показать одну очень миловидную женщину. Кто бы спорил, правда? Нравится вам эта женщина? И мне нравится эта женщина. Приятно, с открытой улыбкой, горящие глаза. В общем, хорошая женщина. Что вам сказать? Да? Ее зовут Маккензи Скотт. Ее зовут Маккензи Скотт, и она третья по богатству в мире из женщин. И вот она решила отдать немножко денег. Она не первый раз это делает, но вот давайте почитаем. Маккензи Скотт says she has given away 3.9 billion to 465 non-profits in the last nine months. она отдала 3,9 миллиарда своих тугриков, пенензов, долларов в 465 организаций, которые не коммерческие, non-for-profit. Донейтнула, задонатила. Я не знаю, как это сказать правильно, по-русски это слово, но вы поняли. За последние 10 месяцев. И всего, всего, сумма, которую она уже отдала на различные благотворительные цели, уже достигла 12,5 миллиарда долларов. Еще раз подчеркиваю, чтобы вы четко понимали, что я говорю. Она отдала безвозмездно, даром, не ожидая никаких обратно доходов из-за этого. Нет, она отдала. Эти деньги она могла держать. Кто-то скажет, она списывает с налогов. Возможно, но возможно и нет. У нее деньги эти, откуда вообще у нее образовались эти деньги? И вообще, что это за Маккензи Скат? Ну, конечно, те люди, которые живут здесь, в Америке, могут ее даже и знать. Не лично, но знать, кто это такая. Когда-то, когда деревья были большими, а у Джеффа Безоса еще были волосы на голове, но Джефф Безос, как вы помните, это начальник Амазона, создатель Амазона и человек, у которого очень много акций Амазона. Богатейший, супербогатейший человек мира, он все время соревнуется с Илоном Маском, кто из них самый богатый человек в мире, кто один на полкорпуса вперед, тот другой и так далее. И вот он как-то устроился работать в компании, которая называется DE Show. В 92-м году, в частности, у него была там ассистент, помощница. И она ему очень помогала в работе, как вы понимаете, как многие помощницы помогают. И у них случился клик и пьяного рамин, и они полюбили друг друга. Я не знаю, была ли это любовь с первого взгляда, но получилось неплохо. Три месяца они встречались и поженились. Поженились они где-то в 93-м году и продержались они как семья до 2019-го года. Потом они разошлись, и когда они разошлись, Маккензи, она взяла обратно свою фамилию девичью, или это фамилия была, или это был middle name, не помню, Скотт. Но это она, Безосовская жена. Тогда во время этого бракоразводного процесса, я, честно, не помню, даже скандалов особых не было, она получила акции компании Amazon, которые тогда оценивались, по-моему, в 36 или 38 миллиардов долларов. То есть, если бы она их продала, она бы получила единовременно 36-38 миллиардов долларов. Ну, конечно, ей пришлось бы заплатить налоги и так далее. Она их не продала сразу, она их держала. Компания Amazon, да, и, кстати, она потом вышла замуж за учителя химии, который зарабатывает, похоже, поменьше, чем она, но она не парится на эту тему, потому что главное – это любовь, главное – чувство. И, видно, учителя химии ее любят. И я желаю им счастья в личной жизни и долгих лет совместной жизни. Ну, вот, вот, и Маккензи живет себе не туже с этим учителем химии. Он там химию преподает, всякие органическую химию, неорганическую химию, ну, вы знаете, не мне вам рассказывать. А она, тут есть одна такая организация, которая, как же называется, пледж, giving pledge или что-то такое, я должен найти это где-то. Так, giving pledge, giving pledge. Это организация, в которую входят добровольно самые богатые люди мира. И это люди, которые клянутся pledge за типом, клянусь, как юный пионер, они клянутся, что они обязуются раздать большинство своего богатства людям. Они заработали свои миллиарды, и теперь настало время разбрасывать камни, я думаю. Они их собирали, 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 камни, лучшие друзья девушек, камни. А теперь они их раздают. И вот Маккензи тоже подписалась на это дело, ну, дело хорошее, кто бы не подписался, вы же сами понимаете, не детям же отдавать эти миллиарды, дети же не знают, что с ними делать и уничтожить их жизнь. И, соответственно, она начала свой нелегкий, но благородный путь по раздаче денег. Как я вам уже зачитал, она на сегодня раздала 12.9, около 13, 12,5 миллиарда долларов. И давайте теперь немножко еще поговорим, куда она их отдала. Вот мы говорим, вот эти последние 3.86 миллиарда, я должен посмотреть конкретно, куда эти пошли деньги. Вас же это волнует? Мы же хоть любим считать чужие деньги. она дала на, тут не написано, но я сейчас вам покажу другой пост. Она давала разные деньги на разные вещи, и в частности на Украину она тоже давала. Вот, но я хочу вам не об этом сейчас рассказать, а хочу вам рассказать о другой организации Habitat for Humanity. Ничего не понял, откуда у меня этот комментарий, гены, почему он появился, хотя гены никакого здесь нет. Здесь нет. Не знаю, извините, ребята, почему этот получился комментарий, не знаю. Итак, она отдала в частности, вот сейчас я должен это прочесть, да, 436 миллионов из этой суммы, вот из недавних, из недавних 3 миллиардов, она отдала на компанию, которая называется Habitat for Humanity. Habitat for Humanity она отдала в 84 офиса этой компании, этой организации. Habitat for Humanity. И давайте я вам расскажу пару слов. Много лет назад я это рассказывал, но никогда не грех повторить то, что мы уже знаем. И пока я вам это все рассказываю, я бы все-таки хотел, чтобы может быть, вы чуть-чуть больше полюбили бы Америку. Потому что обычно что вы слышите? Война, Байден называет кого-то там нехорошими словами, левые радикалы хотят перевернуть и уничтожить Америку, Black Lives Matter аферюги, ну и так далее. В общем, вся эта гадость, которая идет про Америку, у вас может быть неправильный имидж, неправильное представление о стране, которая на самом деле классная страна. Я ее, по крайней мере, очень люблю. У меня есть так много хорошего, что все вот эти черные дела, черный пиар может это все заслонить. А моя благородная задача сделать так, чтобы видели положительные хорошие черты. Вот, посмотрите, видите, женщина решила отдать пару копеек, 12,5 миллиардов и продолжает отдавать. И не только она, видите, вот эта Giving Pledge организация миллиардеров тоже отдает и отдает и отдает. Но как-то это не принято освещать. Но давайте все-таки поговорим об этой организации, которая non-profit, тоже не за, не за, которая не гонится за наживой. Называется она Habitat for Humanity. Habitat for Humanity это организация, которая была создана в середине 70-х годов одной парой, мужем и женой. И фишка ее, идея ее заключается в том, как их фамилия была Fuller, Миллард и Линда Fuller, это была пара, в 76-м году они сделали эту компанию, и их задача была помочь по-соседски строить жилье людям. И в чем эта фишка? На самом деле я об этом услышал еще в 90-х годах я уже здесь работал, и кто-то, что-то зашла речь у нас на работе, и кто-то сказал, а, это он построил дом через Habitat for Humanity. Я тогда, естественно, задал вопрос, что это такое Habitat for Humanity? Habitat – это население, населенные, ну, то, что населяет люди, короче говоря, скажем так. For Humanity – это для человечности, наверное. Не знаю, как по-русски это звучит, мне это не очень важно. Но какая интересная фишка в этой организации, ну, то, что она не для профита, я уже сказал. Допустим, вы хотите построить себе дом, и у вас нет на это денег. Можно, конечно, идти, одалживать, брать в банках и так далее. Но, допустим, вы у вас еще мастеровой какой-то, и вы там плотник, или слесарь, или красить умеете, или мусор умеете собирать, хорошо, строительный. Вы можете написать заявление в эту организацию Habitat for Humanity, в которой есть много отделений. Еще раз хочу сказать, я знаю об этой организации, но я никогда не использовался ее услугами, поэтому я вам рассказываю big picture, как говорится, большую картину общую, широкими такими мазками, но вы должны, если кто-то слушает меня из Америки и хочет поучаствовать там, хотя они не только в Америке уже сегодня, я уже не знаю, сколько у них офисов во многих странах, в Латинской Америке точно они есть. В общем, и вы можете сказать, я такой-то, такой-то, я Яков Файн, плотник, работаю там-то и там-то и могу в неделю выделить для того, чтобы работать на проектах этой организации Habitat for Humanity 10 часов в неделю. Я в выходные буду выходить со своим лобзиком, со стамесочкой, с рубаночком и буду там работать с деревом, как я это умею. Буду работать даром бесплатно. А кто-то другой там, скажем, крышу умеет делать или красить умеет, или умеет делать кухню, или кладет полы, или электрик. И вот таким образом набирается какой-то проект, если ваше заявление будет одобрено, approved, то ваш дом будут строить. Кстати, не обязательно строить, может быть, вам надо отремонтировать. Строить. И вы будете ходить на эту стройку и делать то, что вы можете. И другие люди, которые тоже члены вот этой организации Habitat for Humanity будут приходить, это сделал то одно, тот сделал другое. Оно, может, не будет идти так быстро, как обычно идет, но вот как бы всем скопом строится дом кому-то. Это, конечно, не будет поместье, mansion, но это будет дом, нормальный дом, в котором можно жить. Вот такая тема. То есть community built houses. И вот она, Mackenzie Scott, выделила, сколько мы читали, 400 чем-то миллионов, 436 миллионов вот этой организации, ее в 84 офисом разным. Вот. В частности, вот, например, Tampa Bay. Здесь недалеко во Флориде, северо-западная часть Флориды, на Мексиканском заливе, они, допустим, получат 20 миллионов от ее донейшн. Там в другом месте получили 7 миллионов, в третьем месте еще сколько-то миллионов. То есть, помимо того, что люди готовы свой труд предложить и работать на стройке, еще есть филантропы, которые вкладывают деньги, чтобы все вот это строительство двигалось быстрее, потому что это же надо все покупать и так далее. Вот такая интересная тема. Я считаю, что, видите, одна женщина благотворительностью занимается, дает деньги на другое дело, которое тоже занимается благотворительностью, видите? и в Америке их море вот таких организаций. Я вам еще про одну расскажу сегодня, у меня сейчас получается такой благотворительный выпуск, но до того, как я еще про одну благотворительную расскажу, давайте чуть-чуть отвлечемся на вот что. Тоже про Америку, все про Америку сегодня. Вы знаете, есть такое понятие, как хайкинг, хайкинг. Вот вы, допустим, гуляете по горам, по тропинкам, либо высоко в гору, либо вы на велике катаетесь, либо невысоко в гору, но берете свой рюкзачок маленький, кроссовочки хорошие и вперед. Хайкинг, как по-русски хайкинг, вернее, и что делать, хайкать? Я вот хайкал не так давно, в этом году мы уже были в двух штатах, мы были в Нью-Орле, Новый Орлеан, Луизианя, и мы были в Аризоне, в Аризоне, там где-то все эти красные горы, мы там немного хайкали с женой, потому что выпал снег, и там была грязь, но тем не менее, хайканули чуть-чуть по тропинкам. И вы зададите вопрос, а много ли у вас в штатах мест, где можно хайкать по горам, по долам, нынче здесь, завтра там? Отвечаю, очень много. Во-первых, здесь очень много национальных парков, заповедников, которые сильно оберегаются в первозданном почти виде. Во-вторых, в любом городе, городке есть маленькие парки, маленькие места, где все-таки проложены дорожки, тропинки. Если вы хотите просто там какие-то там жалкие две мили утром ходить, то вы можете ходить не только по улицам, но и по всяческим паркам. Но, если я вам задам вопрос, как вы думаете, дорогие друзья, как вы думаете, какой самый длинный путь для хайканья? Тропа, трейл, хайкинг трейл. Трейл – это путь, проложенная дорожка, а может и не проложенная, трейл. Ну, то есть, по нему можно туп-туп-туп идти. И я вам отвечу, ребят, я вам отвечу, а опять же, может, кому-то будет интересно и попробовать. Это называется трейл, вот эта дорожка называется Апалачян Трейл. Апалачян, есть такие горы тут у нас на востоке страны, и там можно зайти на этот Апалачян Трейл и идти, и идти, и не просто идти, а идти очень даже далеко. Какая она длиной, как вы думаете? Я вам сейчас покажу. Я вам покажу, чего вы должны угадывать. Вот, посмотрите, их сайт Апалачян Трейл дот орг. Значит, 2193,1 мили умножим на 1,6, это получается где-то 3,700, 3,700, километров. Вы услышали, что я сказал? Нет, вы не услышали, что я сказал. 3,700 км. Можно идти. Этот Трейл проходит через 14 штатов, и каждый год там гуляет 3 миллиона человек, как минимум. это не значит, что все 3 миллиона проходит весь трейл from start to end. No, нет. Вы можете зайти на один кусочек там, чуть-чуть и слегка. И в принципе, я не знаю, вы, наверное, смотрели, многие заосмотрели этот фильм, который называется The Bucket List. Бакет, это была, по-моему, там его фамилия была Бакет, это была ситуация, когда он был смертельно болен, ему оставалось, пожилой человек, ему оставалось, по-моему, 6 месяцев жить, и там в этой же палате появился Джек Николсон, как другой персонаж этого фильма, и у этого Бакета был список того, чего он хотел бы успеть. Я уже не помню вот завязку, или, наоборот, Джек Николсон ему посоветовал этот список вещей, которые он хотел бы посмотреть до того, как умрет. И вот они вдвоем начали выполнять этот Бакет Лист. Теперь это такая нарицательная фраза The Bucket List. Если человек что-то хочет обязательно сделать, он говорит It's on my Bucket List. Это у меня на списке Бакета. Так вот, это очень интересная штучка, если вам скучно, и вы не знаете, что бы еще попробовать до того, как умрете, живите до 120. Это одна из вещей, которую вы можете попробовать. Попробовать хотя бы кусочек. Там, конечно же, в Америке, в Америке будет все сделано нормально, в Америке будет все организовано, мама, не горюй. А где же тут есть это? Да, вот здесь же, на этом же сайте есть Interactive Map. вот если мы сюда ее ланчанем, то мы увидим вот такую штучку. Так, это нам не надо, это мы сюда нажмем, тут окей. Вот, чтобы вы понимали, где-то вот здесь, Атланта, это Джорджия, штат Джорджия, ниже Флорида, после Джорджии. Вот здесь вот это идут Апалачи, горы, и вот тут можно зайти и пилить и пилить и пилить и пилить в штат Мейн, который почему-то по-русски называется штат Мэн. Почему он Мэн, я не знаю. Можно нажать даже сюда вот такую штучку и там расписаны примерно мили по этой дорожке. Можно посмотреть там, где паркинги есть, где есть места для ночлега и так далее. То есть, можно куда-то приехать на машине и какой-то отрезочек сделать и так далее. Вот. Говорят, говорят, что люди делают в среднем для начала, чтобы начать просто первый раз, скажем, 8 миль, 10 миль. 10 миль – это 16 километров. Умножайте на 1.6. А потом могут немножко наращивать это дело, но у людей уходят месяцы, естественно, месяцы на то, чтобы пройти это все. Ну, не каждая птица долетит до середины Днепра, конечно же. Но вот такая интересная штучка, я хотел вам о ней рассказать и надеюсь, что кто-то из вас пришлет мне фоточки, как вы там гуляете. Там, кстати, есть подъемы, есть спуски, есть там надо где-то влезть на какую-то гору, ну, не супер, она будет прямо гора, как Тибет какой-нибудь. На гору, ну, достаточно высокая и будут красивейшие виды и так далее. Там будут всякие кемпинги. Ну, в общем, исследуйте, посмотрите и шлите открыточки мне из Аппалачин Трейл. Можете писать с благодарностью. Спасибо большое, Яков, что ты нам рассказал об этом. Мы теперь балдеем. Ну, и всякое такое. Так, что у нас по времени? Сколько мы с вами болтаем? Уже 33 минуты. Ну, еще чуть-чуть давайте. Все-таки, что я хотел вам еще рассказать? Еще одно. Давайте еще про одну благотворительность расскажу, чтобы вы уже вообще поняли, что вообще Америка – это такая уже благотворительность из всех щелей просто прет. Ну, опять же, with a personal touch. То есть, я все-таки как-то связывал, связан был каким-то боком левым-правым. Почему я не вспомнил недавно буквально? Я тут играю в теннис с одним, настольный теннис, с одним человеком, который, мы там с ним заговорили об Украине, он американец. Видите, опять упомянул слово «Украина», хотя обещал не упоминать именно в этом видео. И он сказал, что да, там идет помощь через компанию Rotary International Ukraine. Слово «Украина» я знал и раньше, но слово Rotary International я тоже знал. А я ему говорю, откуда ты знаешь, ты что, член Rotary International клуба? Он говорит, да. Ну, и тогда я ему рассказал уже, соответственно, он мне там кое-что рассказал, но как я с этим столкнулся, вернее, как я услышал вообще это слово Rotary International. А услышал я вот как. Это было на третий день моего прибытия, после моего прибытия в Штаты. Я приехал по гостевой визе, делать мне было особенно нечего, но английский у меня уже был более-менее. То есть я мог понимать, я мог перевести. И парень, у которого я остановился, сказал мне, говорит, ты знаешь, у меня тут есть знакомые, у них есть клуб, там богатые люди, этот клуб называется Rotary International. Ну, в том конкретно клубе, о котором он говорил, там были в основном такие обеспеченные люди из, как это называется, из итальянского, из итальянских семей, ну, у которых предки из Италии приехали сюда в Америку. Ну, и он говорит, что они вот занимаются спонсорством в частности, всяческих дел. Все благотворительность, конечно же. И он рассказал, что есть некая девочка, извините, кто уже слышал эту историю, я ее очень коротко, я длинно не буду, просто, потому что это в контексте Rotary International. Девочка с мамой приехала из Казахстана, русская семья, блондинки были обе. У девочки, ей было лет, я не помню, сколько лет, 8 может быть, ей было, у нее была тяжелая какая-то болезнь с сердцем, ей нужна была операция на сердце. В России такое не делали, и вот эта компания Rotary International, и не только они, но они в частности, они спонсируют приезд со всего мира таких больных детей, здесь делают им операцию, а потом для восстановления, там была еще одна благотворительная организация, которая называется Рон Макдональд Хаус. Вот этих домов в Рон Макдональд Хаусе, их полно по стране тоже, то есть там, туда, я не знаю, может быть, там еще что-то они делают, но я вам говорю просто то, что я видел. Детей после вот таких операций помещают туда на восстановление, в этот дом на сколько-то недели, это все бесплатно спонсируется. Да, вот так вот, в этой организации, в которой он тоже, вот этот мужик, с которым я говорил буквально две недели назад об этом, он в нее входит тоже, он инженер, там, я не буду говорить, неважно, в определенной области он инженер, и вот он мне стал рассказывать, что да, есть какой-то небольшой членский взнос, каждый из них платит, это не им платят, они платят, и он, о нем известно, какие у него skills, умения, может быть, образование, может быть, опыт рабочий, и если нужны такие люди, если есть где-то какой-то проект, которым нужны его знания, то он будет участвовать в этом проекте бесплатно, даром, но в частности этой девочке сделали операцию, я ездил переводить хирург, который потом впоследствии сделал операцию, операция прошла успешно, я переводил, они не понимали по-русски, вернее, он-то не понимал по-русски, это понятно, это был Bellevue Hospital в Монхэттене, он не понимал по-русски, а они не понимали по-английски, вот я переводил, он рассказывал, показывал операции, вернее, сердце, модели, что будет делать, ну, не важно, все получилось хорошо, так вот, ну, теперь я уже понимаю, что вот этот врач, можете себе представить, сколько стоит операция на сердце в Америке, вы не можете себе представить, вы даже не можете, я не знаю, сколько она тогда стоила, но сейчас она стоит, может, стоит, например, полмиллиона долларов, или там, 300 тысяч долларов сегодня, тогда было, конечно, меньше, но все равно было дорого, но есть, как мне объяснил вот этот мужик, с которым играл двинный анализат, он говорит, то есть все эти скиллы, умения, которые есть у людей, у членов этого клуба, они отдают это все бесплатно, и я теперь понимаю, я теперь уверен на 200%, что тот врач в январе 92-го года, в конце января, он делал эту операцию девочке бесплатно, то есть он свои скиллы отдал в этот клуб, потом подхватила другая организация, как я уже сказал, Ronald McDonald House, и они уже подхватили свои хорошие дела, понимаете? Вы скажете, у нас тоже есть, у вас есть, но в других странах, но у вас это все в зачаточном виде, а в Штатах благотворительность очень естественна, люди, которые поднялись материально, не то, что они миллиардеры, нет, вот в этом Rotary Club, вот эти итальянцы, я помню, там мы были, вот этот итальянец, который меня возил, в частности, меня и вот эту маму с дочкой, на встречу с врачом, он ездил себе, да, у него была пиццерия, или две пиццерии у него было, но это не миллиардер никакой, вот он, что мог, он вкладывал в этот клуб, и так далее, сейчас, в частности, через этот клуб идет помощь Украине также, через Rotary International, и, более того, если вы где-то оказались, если вам нужна помощь, попытайтесь узнать, нет ли в том месте вот этого организации Rotary International, вот, в частности, вы можете посмотреть на их сайт, rotary.org, rotary.org, видите, у них есть, у них теперь членов, ну, вот, как пишет их сайт, 1,4 миллиона членов, то есть, это люди, которые готовы что-то отдать, через вот этот Rotary International, они также выпускают гранты на различные проекты, проект типа, где-то было наводнение, или где-то надо полететь в какую-то страну бедную, чем-то помочь там, а есть специалисты, и так далее, ну, вот, вот такая тема, теперь, что еще, сколько времени у нас, 40 минут мы разговариваем, ну, давайте еще буквально пару слов, и на этом закончим, пару слов такие, они печальные, конечно, но что делать, жизнь у нас такая, где есть печальные моменты, печальные моменты, а где же эти печальные моменты, ну, вот, теперь не могу найти печальные моменты, ну, ну, печальные моменты, да, Брюс Уиллес, которого вы прекрасно знаете, которого вы знаете шикарно, прекрасно, и так далее, ему поставили диагноз, который называется афазия, или афей, ниже по-английски, наверное, одним словом, болезнь нехорошая, здесь вы видите его с первой женой, Демимур, вот он, видите, вот он здесь, вот здесь он со второй женой, ей 43 года, у него всего пятеро детей, по-моему, три с Демимурой, два с новой женой, но суть этой болезни заключается в том, что он теряет возможность разговаривать и понимать речь, такая редкая болезнь, лечится она только какой-то специальной терапией речевой, но как у него будет происходить, неизвестно, он, ему сейчас 67 лет, вроде бы говорят, что такая болезнь бывает после инсультов, вот он со своей женой, Эмма Хемминг, которой сейчас 43 года и у них двое детей с ней, более того, Демимур приехала прямо в топом месте, где живет Брюс Уиллес, у них шикарные отношения, первая и вторая жена, первая, конечно, постарше, ей 59 лет, говорит Демимур, а этой 43, но они очень хорошо ладят и Демимур говорит, она мне просто как сестра, такое бывает, да, такое бывает, и наши дети, и там, сестры и так далее, вот такая грустная темка, но еще немножко пару грустных тем, и на сегодня мы закончим наш разговорчик, но, конечно, вы знаете, что это Курт Кобейн, не мне вам рассказывать, Курт Кобейн, гениальный, просто гениальный музыкант, если меня спросят, назови лучшую группу, которую ты узнал после 90-х, это только нирвана, с нирваной, по моему мнению, никто ничего рядом не стоит, эта энергия, этот крик сердца, эти чувства, ну, я не знаю, как еще объяснить, как было мне жалко, когда Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством, это были наркотики, конечно же, этот был, вот, и он делал несколько попыток в 94-м году, в результате его нашли у озера, садовник нашел у озера в своем, там, где-то поместье, где он себе выстрелил просто в подбородок снизу, и на этом все закончилось, отмучился бедняга, и вот он отмучился, а в группе его, в нирване, в группе его был барабанщик, барабанщика звали Дэйв Гроу, нет, да, Дэйв Гроу, да, вот он, посредине, посмотрите, видите, он был барабанщиком нирваны, когда умер Курт Кобейн, он решил сделать другую группу, и он ее сделал, она называется Foo Fighters, Foo Fighters, эта группа есть, хорошая группа, конечно, это не нирвана, но очень супер популярная группа, много болельщиков, поклонников, и она, в этой группе Дэйв Гроу не играл на барабанах, он играл на гитаре, он пел, но, соответственно, там был же барабанщик тоже, вот он, видите, в красных шортах стоит, вот он, его зовут Тейлор Хоукинс, Тейлор Хоукинс, вот этот мужичок, Тейлор Хоукинс, вот его где-то фоточка, вот здесь, тоже известный, популярный, все его любили, 50 лет, 50 лет человеку, было, почему было, потому что на прошлой неделе его не стало, они где-то там в Колумбии гастролировали, и его нашли в номере гостиницы, мертвым, в его, как они говорят, they found 10 drugs in his system, в его системе, в его теле, в его организме, после уже смерти, нашли 10 различных химических, ну, не медикаментов, а скорее даже наркотиков, ну, и лекарств тоже, антидепрессанты там были, но и наркотики там тоже были, опиоиды, короче говоря, 10 разных, и он умер, overdose, вот такая история с этой нирвана, фу-файтерс, какая-то непруха страшная, тоже очень жалко этого человека, тоже отмучился, rest in peace, как говорится, я представляю, я даже не, вернее, я не представляю, как ему было плохо в этом мире, что у него было 10 разных drugs, плюс депрессия, ну, вот такая вот история, конечно, все музыканты мира его знали, он был такой, такой был приветливый человек, говорят, осталась жена, дети, ну, вот еще один ушел, как, когда-то пел Фредди Меркьюри, another one bites the dust, у них есть такая песня, another one bites the dust, another one bites the dust, another one bites, и так далее, не буду петь, потому что я не могу петь так же хорошо, как Фредди Меркьюри, another one bites the dust, dust – это пыль, bites – это кусать, еще один укусил пыль, если переводить дословно, но упал в пыль лицом, и поэтому, и поэтому, ну вот, за сим я с вами хочу распрощаться, надеюсь, вам было не очень скучно, но вскоре мы вернемся, конечно, к текущим новостям, которые не очень хороши, и вернемся к стримам, и так далее, а за сим будьте благополучны, и не используйте никакие запрещенные вещества, пока. Субтитры создавал DimaTorzok